всем привет продолжаем играть follow 2 ну и говорить о компьютерных тематиках или около компьютерных тематиках но в данном случае у нас продолжается уже довольно долгая тема которая зачитываю и знакомлю вас книгой стива маконова совершенный код и сегодня мы продолжим то что начали еще много-много серий назад а именно а именно это проектирование как подходить проектированию и все такое и вот сегодня продолжаем продолжать предыдущую тему а предыдущая тема или две темы это класс ну сегодня начнем с конструкторов вкратце дальше разумные причины создания класса которые следует избегать и так далее ну а для начала я загружусь так и здесь здесь я в пещерах мне надо спасти одного чувака сапоги насколько я помню достаточно чтобы были винвент а блин у меня жизни мало надо подлечиться а подлечиться я смогу вот так вот наверное побегая туда-сюда типа пройдет время ухты и 29 жизни осталось нет мне это не устраивать значить я пойду в кламат и там посплю до выздоровления вот да блин давай заходи центр города так ладно конструкторы советы по использованию конструкторов так сейчас подождите пип как вызвать пип если горячая клавиша п п п п так советы по использованию конструкторов почти не зависят от языка по крайней мере это касается таких языков как си плюс плюс java visual basic там все шарп нет 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 с деструкторами связано больше различий чем с конструктором но мы сейчас поговорим о конструкторах инициализируйте по мере возможности все данные члены во всех конструкторах инициализация всех данных членах во всех конструкторах простой прием защитного программирования болен этот согрелся тоже идет и это золотой по моему плохо ладно так создавайте классы одиночки с помощью закрытого конструктора если вы хотите определить класс позволяющий создать только один объект скройте все конструкторы класса и создайте на статический метод get instance предоставляющий доступ к единственному экземпляру класс но одиночки довольно популярны и и не редкость когда в одном проекте существует несколько одиночек но имеется ввиду различных объектов одиночек это очень удобно поэтому поэтому используйте их по возможности изучите что это такое и используйте одиночки так если сомневаетесь выполняете полное копирование а не ограниченное одним из главным аспектов работы со сложными объектами является выбор типа их копирование полного или ограниченного полная копия это а почленная копия данных членов объекта ограниченная копия обычно просто указывается указывает или ссылается на исходный объект хотя конкретные значения полного и ограниченного копирования могут различаться да что ж ты будешь делать мотивом создания ограниченных копий обычно бывает повышение быстродействия программы однако создание нескольких копий крупных объектов редко приводит к заметному снижению быстродействия хотя и выглядит эстетически непривлекательно полное копирование некоторых объектов действительно может снижать быстродействие но программисты обычно очень плохо определяют какой код вызывает проблемы повышение сложности едва ли можно оправдать сомнительным улучшением быстродействия кода поэтому если не доказано обратное лучше выполнить полное копирование полные копии легче в реализации и сопровождении чем ограничены при ограниченном копировании нужно написать не только специфический для объекта код но и код подсчета ссылок безопасно нас безопасного сравнения объекта их безопасного уничтожения и так далее такой код может быть источником ошибок поэтому без веской причины создавать его не следует если вы находите что вам все-таки нужно ограниченное копирование то 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 воспользуйтесь советами скотта мэйерса из книги на эффективный си плюс плюс так но эти советы меня есть на канале поэтому если у вас нет и и если у вас нет книги даже скотта мэйерса не говоря уже о посте вам о книге стила маккона то можете еще посмотреть тема и видео которое уже есть по советам там и на данный момент их уже больше 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 сколько наверно больше 12 то есть это я беру советы скотта мэйерса из разных его книг ну да ладно то что я там беру это там беру а то тут мы 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 обсуждаем эффективное программирование на блин я тут сейчас сдохну зачитываю это эффективное программирование да сейчас сдохну сейчас у меня ударит и и да и досвидос печально а все из-за того что их двое на меня согрелись вот смотрите 24 20 а это я убил и мне надо я понял я сейчас сбегаю кламат подлечусь там и приду подлеченным и сохранюсь вот так нажимаем букву п так ладно разумные причины создания классов если вы верите всему что читаете у вас могло сложиться впечатление что единственная причина создания класса это моделирование объектов реального мира на самом деле это весьма далеко от истины список разумных причин создания класса мы обсудим далее моделирование объектов реального мира так сейчас f5 сохранить так я же сохранял быстро сохраняю вы чё ребята да вот так она f5 еще раз f5 да и так пусть моделирование объекта реального мира не единственная причина создания класса но от этого она не становится менее хорошей создайте класс для каждого объекта реального мира моделируемой вашей программой поместите нужные объекты данные нужные объекту данные в класс создайте сервисные методы моделирующие поведение объекта валим-валим-валим-валим так он только один о нормально моделирование абстрактных объектов так сейчас вот сюда 8 другой разумной причиной создания класса является моделирование абстрактного объекта объекта который не существует в реальном мире но является абстракцией других конкретных объектов прекрасный пример это статический точнее классический объект шейп фигура объекты круг окружность и прямоугольник существуют на самом деле тогда как класс шейп фигура это абстракция конкретных фигур в мире программирования довольно точнее ну редко встречаются готовые абстракции вроде фигуры из-за чего поиск ясных абстракций усложняется процесс извлечения абстракций из разнообразия сущностей реального мира не детерминирован и формирование абстракций может быть основано на разных принципах если вам не были известны окружности прямоугольники треугольники и другие геометрические фигуры мы могли бы прийти в итоге к более необычным фигурам таким как кабачок брюква и понтиак ацтек нахождение адекватных абстракций абстрактных объектов одна из главных проблем объектно ориентированного программирования снижение сложности самая важная причина создания класса создайте класс для сокрытия информации чтобы о ней можно было не думать конечно вам придется думать о ней при написании класса но после этого вы сможете забыть о деталях и использовать класс не зная о его внутренней работе другие причины создания классов это минимизация объема кода облегчение сопровождения программы и снижение числа ошибок также хороши но без абстрагирующей силы классов сложной программы было бы невозможно охватить умом как бы не проявлялась сложность в форме запутанных алгоритмов крупных наборов данных замысловатых протоколов коммуникации она является источником ошибок при возникновении ошибки ее будет проще найти если она будет локализована в классе а не распределена по всему коду изменения обусловленные исправлением ошибки не повлияют на остальной код потому что вам придется исправить только один класс если вы найдете более эффективный простой и надежный алгоритм им будет легче заменить старый алгоритм изолированный в классе во время разработки вам будет проще попробовать несколько вариантов проектирования и выбрать наилучший еще одна прекрасная причина создания класса сокрытие деталей реализации и таких сложных как мудренный способ доступа к базам данных и столь банальных как отдельный элемент данных хранимый в форме числа или строки изолируйте области вероятных изменений чтобы влияние изменений ограничивалось пределами одного или нескольких классов проектируйте приложение так чтобы области вероятных изменений можно было изменить с максимальной легкостью в число областей вероятных изменений входит зависимость от оборудования подсистема ввода-вывода сложные типы данных и бизнес правила некоторые частые источники изменения мы уже обсуждали до этого когда говорили о инкапсуляции о сокрытии данных используя глобальные данные вы можете скрыть детали их реализации за интерфейсом класса обращение глобальным данным через методы доступа имеет ряд преимуществ в сравнении с их непосредственным использованием вы можете менять структуру данных не изменяя программу вы можете следить за доступом к данным кроме того использование методов доступа подталкивает к размышлениям о том на самом ли деле данные глобальные часто оказывается что глобальные данные на самом деле являются просто данными какого-то объекта так это я сохранился если вы передаете один параметр в несколько методов это может указать на необходимость объединения этих методов класс чтобы они могли использовать параметр как данные объекта упрощение передачи параметров методы само по себе не цель но передача крупных объемов данных наводит на мысль что другая организация класса могла бы быть более эффективной так этого золотого я убил эй эй что вот гнида так бьем дальше и идем управлять каждой задачей в одном месте это разумная идея управление управление может принимать различные формы значение числа элементов таблицы это одна форма управление файлами соединение с базой данных принтерами и другими устройствами это другая форма использование одного класса для чтения и записи базы данных является формой централизированного управления если базу данных нужно будет преобразовать в однородный файл или данные памяти изменения придется внести только в один класс идея централизированного управления похожа на сокрытие информации но она имеет уникальную эвристическую силу так что не забудьте добавить ее в свой инструментарий код разбитый на грамотно организованные классы легче повторно использовать в других программах чем тот же код помещенный в один более крупный класс так сейчас этот в лаборатории проектирования программного обеспечения NASA были изучены 10 проектов в которых энергично преследовалось повторное использование кода и при объектно и при функционально ориентированном подходах разработчики разработчикам первоначально не удалось достичь этой цели потому что в предыдущих проектах не было создана достаточная база кода впоследствии при работе над функциональными проектами около 30 процентов кода удалось взять из предыдущих проектов в проектах основанных на объектно ориентированном подходе этот показатель составил 70 процентов если благодаря заблаговременному планированию можно избежать написания 70 процентов кода грех этим не воспользоваться так о сапоги норм но не очень какие-то сапоги расплавились но у меня их двое офигеть сапоги еще могут расплавиться круто ну как круто ничего крутого тут нету может тут еще есть сапожки есть ну да прибежал сюда взять сапоги взять сапоги взять сапоги выбегу я не опять расплавиться вот это будет смешно не не расплавились так чё у нас тут кто у нас тут есть вроде тут движение было да блин подлечим ся это чё у нас рад x нет f5 так и чё у нас тут у нас тут а а если врубить скрытность а врубил скрытность блин да не все скрытность отключаем и уходим отсюда не это нереально это нереально потому что блин еще тысяча попробую бить так ладно чё мы там говорили что если 70 процентов написания кода можно избежать то почему бы этим не воспользоваться ядро подхода НАСА к созданию повторно использования классов повторно используемых классов не включает проектирование для повторного использования классы претендующие на повторное использование определяют в НАСА в конце проекта все действия по упрощению повторного использования классов выполняются как специальный проект в конце основного проекта или как первый этап нового проекта. Этот подход помогает предотвращать позолоту, то есть создание ненужной функциональности, только повышающей сложность. Так, надеюсь, тут никого нету, то сейчас еще кто-то сагрится и будет не очень хорошо. Если вы ожидаете, что программу придется изменять, разумно изолировать области предполагаемых изменений, в отдельных классах, после этого вы можете изменять классы. Так, давай, 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 подходи. Так, после этого вы можете изменять классы, не влияя на остальную часть программы, или вообще заменить их на абсолютно новые классы. Размышления о том, как может выглядеть целое семейство программ, а не просто одна программа, эффективный эвристический принцип предвосхищения целых категорий изменений. Как-то Стив МакКоннелл руководил группой, работавшей над рядом программ, упрощавших заключение договоров страхования. Они должны были адаптировать каждую программу к отдельным тарифам, формату отчетов конкретного клиента и так далее. Однако, многие части программ были похожи. Например, классы ввода данных о потенциальных заказчиках, классы сохраняющих информацию в базах данных, классы просмотра тарифов и так далее. И они организовали программу так, что каждая изменчивая часть находилась в отдельном классе. Создание первоначальной программы заняло 3 месяца или около того. Но зато, когда к ним обращался новый клиент, они просто переписывали несколько классов и включали их в остальной код. Несколько дней работы и готово специализированное приложение. Так, убил, идем дальше. Что у нас тут? Да, еще, еще, еще 900 с чем-то. Так, сюда я иду или нет? Тут вроде ничего нету. А там вот есть вот этот гека. Попробуем пробежать. Ага, фиг, там еще один. В любом случае, наверное, с этим надо все-таки разобраться. А как с ним разобраться, если он там стоит и ничего не делает? О, 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 давай, 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 давай. Раз, два, три. И теперь убегаем. Вот падла. Так, если создание класса не удается обосновать сокрытием информации, совместным доступом к данным или обеспечением гибкости программы, вы все же можете упаковать наборы операций в более осмысленные группы. Такие, как группы тригометрических функций, статических функций, методов работы со строками, методов манипулирования битами, графических методов и так далее. Класс не единственное средство объединения родственных операций. О, 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 а че, он же не сдох. Он же жил, просто он отрубился. А че, не могу ударить? Ногой, наверное, надо. Эй! Мне рукой. О, нормально. Подлечиться мне нечем, да? А, не, вот есть. Ну, 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 так, по чуть-чуть, конечно, это долго, но что делать? Че делать, че делать? Так, так, в зависимости от конкретного языка можно даже использовать пакеты, пространство имен или заколовочные файлы. Ну, это для создания, если не использовать классы, а набора каких-то специализированных функций. Ну, опять-таки, как было сказано, да, здесь там математические функции какие-то. Не обязательно использовать класс, чтобы использовать все эти математические функции. Для этого можно создать отдельное либо пространство имен, либо, вот как в языке C, заголовочный файл, в котором синусы, косинусы, там тангенсы, ртангенсы, и все это есть. Так, сейчас надо его срочно добить, пока он не встал. Помирай, давай. Есть, нормально. Мне классно, когда эти враги вот так вот сбиваются с ног. То это, конечно же, круто. То это круто, но только не очень круто, что у меня 13 жизней осталось. А тут, а тут еще мне надо, вон, этого гекку убить. Ладно. Так, создание новых классов предусматривает многие специфические виды рефакторинга. Блин, 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 блин. Ладно, бьем. Давай, 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 давай. Главное, чтобы сапоги не сгорели. Так, многие виды рефакторинга. Такие, как разделение одного класса на два, сокрытие делегата. Все, убил? Да, убил. Теперь вали отсюда, быстро. F5. Создание, ну, сокрытие делегата, удаление класса посредника и формирование класса расширения. Создание этих новых классов может быть мотивировано стремлением к лучшему выполнению какой-либо задачи. Из описанных в данном разделе. Так, у нас тут, смотрите, еще один гекка остался. Так, а что у нас по главе? Смотрите, по главе у нас тут, у нас тут, ну, классы, которых следует избегать. И резюме причин создания класса. Вот, давайте. Давайте, ну, пока я быстро. Давай, беги, 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 беги. О, вот я подбежал сюда. Надеюсь, гекка меня не заметит. Сейчас возьмем это. И вот этого чувачка, походу, надо спасти. Так. Золотые, кажется, ты оказался прав. Да, я оказался в фещеры, зашел, потом... Хорошо, я возьму... Блин, его надо взять с собой. Я понял. Ладно, тогда побежим. Побежали, я попробую его вывести. Тут же я вроде всех поубивал-то. Мои сапоги расплавились. Блин, пока этого дебила выведешь, мог бы сам пойти. Ну, ладно, одни сапоги остались. Так, ну, в принципе, я ж тут всех вроде поубивал. Ай, блин, вон остался еще один. А получается, если это сейчас впишется, ну, в нашу возню, то может произойти так, что он помрет. И что тогда? И тогда... И тогда квест мы не выполним. Ладно, сделаем так. Ай-яй-яй-яй-яй. Три жизни. Пофиг, убегаем. Убежали-то мы убежали. Только тут еще один. А это все... Блин, что делать, ребятки? Побежали! Валим, 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 валим. Еееееееет. Так, ну ладно, тут, в принципе, нормально. Давайте-ка... Пойдем дальше. о уровень 1000 очков нормально чем не мне мне прокачать бы без оружия болен в растерянности я легкое оружие холодно нельзя понизить нет без оружия наверное все таки да так давайте сохранюсь насколько я увеличу урон но без оружия дим 3 до а я еще блин по продавал ножики всякие не короче я буду качать легкое оружие потому что ну его нафиг я сейчас бегаю может быть все таки прикуплю этот пистолет пистолет да и потому что это же не дело кулаком бить не был бы пистолет то сейчас бы в принципе надеюсь ядовитые пещеры не исчезнут потому что там можно пошариться так ну да ладно чего нас тут у нас тут у нас тут классы которых следует избегать вот в целом классы очень полезны работая с ними вы можете столкнуться с проблемами но и далее описаны классы которые не стоит создавать сейчас я вздремну до утра так избегайте создание божественных классов которые божественные классы это те классы которые все могут и все умеют а если класс извлекает и задают данные других классов с использованием методов get и set то есть вмешивается в их дела и указывает что им делать спросите себя не следует ли его функциональность реализовать в тех классах а не выделять в божественный класс сейчас буду так ну деньги всегда 100 баксов пойдет пойдет торговать да я хочу поторговать да как надо пистолет то днем с огнем не сыщешь как не надо 105 это сколько 405 на это броня чем еще про мне продавать больше то и нечего она вот это почем 1405 что-то тут надо убрать 16 да блин она пистолет не хватит но с другой стороны с другой стороны у меня уже есть броня и и по 25 процентов 10 но уже получше теперь бы мне еще пистолет и 100 лет где-то раз раздобыть бартер у кого-то был пистолет а у кого он был я не помню давать эту победу узнаем сколько он стоит так ладно устраняйте нерелевантные классы если класс имеет только данные но не формы поведения спросите себя действительно ли это класс возможно этот класс следует разжаловать сделать его данные члены атрибутами одного или несколько других классов нескольких других классов так давайте торговать мне надо оружие баг где то же она была у кого-то так как избегайте классов имена которых а напоминают глаголы как правило класс имеющий только форму поведения но не данные но не данные на самом деле классом не является подумайте о праве о превращении класса вроде дата бейс и не целой за и не цель лайзай шин блин уже заговариваюсь или стринг билдер в метод какого-нибудь другого класса ну то есть тут идея такова что если класс называется как-то и в этом имени но в данном случае к примеру стринг билдер какой-то построитель строки да то скорее всего лучше это вынести в отдельную функцию или метод чем создавать отдельный класс это чё такое блин а я ж продал у меня там было собачку можно было угостить ладно пусть стоит я ей следующий раз угощу блин вот как надо эти пистолеты у каждого торговца вот как не надо ну как как не надо а вот как надо так нет вот смотрите я бегу еще ни одного пистолета 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 да так ладно что у нас тут дальше причины создания класса ну то есть резюме итак и сейчас я перечислю этот список причин создания классов моделирование объектов реального мира сейчас я мышку найду вот она моделирование абстрактных объектов снижение сложности изоляция сложности сокрытие детали реализации ограничение влияния изменений сокрытие глобальных данных упрощение передачи параметров методы создание центральных точек управления облегчение повторного использования кода планирование создания семейства программ упаковка родственных операций выполнение специфического вида рефакторинга использование классов в разных языках программирования имеет интересные различия например переопределение метода члена в производном классе при реализации полиморфизма в java все методы переопределяемы по умолчанию а чтобы в производном классе метод нельзя было переопределить его нужно объявить как final в c++ методы по умолчанию неперри определяемы чтобы сделать метод не перепределяемым его нужно объявить в базовом классе как а точнее переопределяемые его нужно объявить в базовом классе как virtual в visual basic определяемый метод должен быть объявлен в базовом классе как overrideable а в производном классе нужно использовать ключевое слово overrides. И вот некоторые другие аспекты классов, во многом зависящие от языка. Поведение переопределенных конструкторов и деструкторов в дереве наследования. Так, с этим я вроде говорил. Поведение конструкторов и деструкторов при обработке исключений. Важность конструкторов по умолчанию и конструкторов без аргументов. Время вызова деструктора или метод финализации. Целесообразность переопределения встроенных операторов языка, в том числе операторов присваивания и сравнения. Управление памятью при создании и уничтожении объектов или при их объявлении и выходе из области видимости. То есть это аспекты, которые могут зависеть от языков. Так, может у нее пистолет есть? Нет у пистолет. Это плохо, но мне нужен пистолет. Печально, печально. Сейчас еще сюда зайду, если нету пистолета, пойду бить кулаками. Но пистолетов тут не было. С кем я говорил? Я говорил, давайте я еще с этой поговорю. У нее вообще ничего нету. У этого не было пистолета. Нет, пистолета нету. Так, дальше. У этой дочки пистолета тоже не было. Ножик есть. Короче, если нету пистолета, то я, наверное, сейчас попродаю все. И это, и это. И куплю себе стимулятор. Короче, пистолетов нету. По-любому я сейчас куплю стимулятор, где-то наткнусь на какую-то барыгу, у которого есть пистолеты. Блин, ладно. Стимулятор раз и вот эти три мешочка. Денег 400. Все. Что еще тут можно впарить? Фляжка сколько стоит? Фляжка нисколько не стоит. Блин, патроны. Один пистолета нету. Так, 45. Вот так вот. Предложить. Окей. Прочитаем книжку. Давай, давай вот так вот. Так, теперь. Сколько у меня легкое... О, легкое оружие 77%. Нормально. Ну, дождусь сейчас выздоровления и пойду там дальше полазим в тех подземельях. Итак, 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 итак. Что у нас дальше? У нас дальше пакеты классов. В настоящее время время использования классов лучший способ достижения модульности. Однако модульность обширная тема и она никак не ограничивается классами. Последние десятилетия отрасль разработки программного обеспечения развивалась во многом благодаря увеличению агрегаций, с которыми нам приходилось работать. Первой агрегацией были операторы. Что... Ой-ой-ой-ой... Пропустить не могу. Ладно. А первой агрегацией были операторы. Что при сравнении с машинными командами казалось, что... Казалось то время большим достижением. Затем появились методы. Позже были придуманы классы. Ясно, что мы могли бы лучше выполнять абстракцию и инкапсуляцию, если бы имели эффективные средства агрегации групп объектов. Java поддерживает пакеты. Язык ADA поддерживал их уже десять лет назад. Если используемый вами язык не поддерживает пакеты непосредственно, вы можете создать собственные версии пакетов, подкрепив их стандартными... Их стандартными программирования, точнее так... Стандартными программирования, такими как... Конвенции именования, проводящие различия между классами. Которые можно применять вне пакета. И классами, предназначенными только для закрытого использования. Конвенции именования, конвенции организации кода, структура проекта или и те и другие конвенции, определяющие принадлежность каждого класса к тому или иному пакету. Правила, определяющие возможность использования конкретных пакетов другими пакетами. В том числе, возможность наследования, включения или того и другого. Так, ну в принципе, тут можно уже заканчивать эту главу, что я и сделаю. Но прежде чем закончить... Ах ты падла, встал. Тут контрольный список качества класса. Который я сейчас зачитаю. И на этом все сегодня. Ой-ой-ой, я тупанул, надо было убегать. Итак, абстрактные типы данных. Обдумали ли вы классы программы как абстрактные типы данных? Оценил их интерфейсы с этой точки зрения. Итак, что у нас, какие тут еще есть? Абстракция. Имеет ли класс главную цель? Удачно ли присвоено имя классу? Описывает ли оно главную цель класса? Формирует ли интерфейс класса согласованную абстракцию? Ясно ли интерфейс описывает использование класса? Достаточно ли абстрактен интерфейс, чтобы вы могли не думать о реализации класса? Можно ли рассматривать класс как черный ящик? Достаточно ли полон набор сервисов класса, чтобы другие классы могли не обращаться к его внутренним данным? Исключена ли из класса нерелевантная информация? Обдумали ли вы разделение класса на компоненты? Разделен ли он на максимальное возможное количество число компонентов? Сохраняется ли целостность интерфейса при изменении класса? Это была абстракция. Теперь инкапсуляция. Сделаны ли члены класса минимально доступными? Избегает ли класс предоставления доступа к своим данным? Скрывает ли класс детали реализации от других классов в максимально возможной степени? Ну, допускаемая, это максимальная степень, допускаемая языком программирования. Избегает ли класс предположений о своих клиентах, в том числе о производных классах? Не зависим ли класс от других классов? Так, 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 бежим сюда. Так, это все, что касается инкапсуляции. Теперь наследование. Используется ли наследование только для моделирования отношений является? То есть, придерживается ли производные класса принципа постановки лисков? Описана ли в документации класса стратегия наследования? Избегают ли производные классы переопределения непереопределяемых методов? Перемещены ли общие интерфейсы, данные и формы поведения как можно ближе к корню дерева наследования? Не слишком ли много уровней включает иерархии наследования? Все ли данные члены базового класса сделаны закрытыми, а не защищенными? Ну и другие вопросы, сейчас я перечислю другие вопросы реализации. Класс содержит около семи элементов данных членов или меньше. Минимально ли число встречающихся в классе непосредственных и опосредственных вызовов методов других классов? Все ли данные члены инициализируются в конструкторе? Спроектирован ли класс для использования полного, а не ограниченного копирования? Если нет, убедительные причины создания ограниченных копий. Изучили ли вы особенности работы с классами, характерными для выбранного языка программирования? Ну, на этом все. Дальше тут высококачественные методы. Тут примеры кода. Примеры кода. Ну да ладно, сегодня все равно о них не будем. Но возможно и о этих методах мы не будем говорить. Так как уже смысл зачитывать куски кода. Ну, я вообще не вижу смысла, так как оно не особо информативно. Так, сохраняемся. Поэтому, возможно, в следующий раз будет чуть-чуть другая глава. Просто общие советы по проектированию. Ну, короче, посмотрим. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Ставим лайки. Комментируем. Ну и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok